В этом видео я расскажу, что такое фонды, когда их имеет смысл использовать в своем портфеле и как создать свой собственный фонд, свои семьи имени или свои фамилии, просто фонд имени себя, зачем это нужно, какие в этом есть плюсы. Но, как и во всех инвесторах своих видео, я вам заранее говорю, что это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Погнали. Что такое фонд? Фонд это, то есть вы покупаете акции фонда, но на самом деле вы покупаете много-много-много-много-много акций, входящих в этот фонд. То есть есть индекс NASDAQ-100, это IT-индекс. Есть фонды, которые полностью повторяют процентовку и состав компаний, которые входят в этот индекс. Соответственно, это фонд NASDAQ-100. Вы покупали себе 2-3 акции этого фонда на NASDAQ-100, вы покупаете много-много-много-много-много-много этих компаний, входящих в этот фонд. То есть вы по чуть-чуть взяли от Эппла, по чуть-чуть от этого, по чуть-чуть от этого. Что вообще происходит с ценой фонда? От чего она растет, падает и меняется? От того, как ведут себя акции, входящие в этот фонд. Например, на свежем примере, только что завершился 2020 год, фонд NASDAQ-100 вырос на 44-46% в год. То есть с января по декабре он вырос на 40%. А это хорошо, это прямо очень хорошо. Лидером роста в фонде NASDAQ-100 является Тесла. На втором месте у нас является Модерна, и Тесла выросла на 700%, Модерна выросла на 400%. В среднем фонд вырос на 40%. Соответственно, вы должны понимать, что в этом фонде, в этом индексе, мы сейчас говорим про фонд, который копирует этот индекс, в этом фонде NASDAQ-100 есть 100 компаний, и есть какие-то аутсайдеры, которые в этом году либо не выросли совсем, либо показали какой-то убыток на минус 20-30%. То есть в среднем есть компании, которые выросли на 700%, на 400, на 300, на 200, на 100, есть компании, которые показали убыток минус 20-30%, минус 10%, либо есть середнячки, которые там выросли на 2, на 3, на 5, на 10, на 15, на 20%. В среднем получилось 40% годовых. Вот что из себя представляет фонд. Это очень хороший инструмент для получения доходности, но с хорошей диверсификацией. Теперь давайте расскажу, когда, в каких случаях лучше использовать фонды. Фонд – это очень хороший инструмент роста, акций роста, с очень хорошей диверсификацией. Я лично полностью на 100% заменил все облигации в процентовке своего портфеля, которые были на фонды. Я рассказываю в этом видео, где-то в каком-то углу появится, почему я делаю именно так, почему я не рекомендую в 2021 году и в следующих годах использовать облигации, и почему я использую вместо них фонды. В каких еще случаях фонды имеет смысл использовать? То есть шаг первый – это заместить им облигации. Шаг второй – это когда у вас маленький портфель. То есть когда у вас портфель, например, до 1000 долларов или там, ну, короче, до 5000 долларов, фонды используют прям must-have. Почему? Потому что хорошо диверсифицированный портфель – это примерно 40-50 компаний. То есть у вас есть определенная сумма. Например, это 1000 долларов. Это 75 тысяч рублей. И на 75 тысяч рублей не так-то просто купить 40 компаний. То есть, ну, у вас будет по одной акции, каждая компания, которая стоит, типа, ну, за акцию будет 20-30 долларов. Их, во-первых, не очень много, во-вторых, ну, это, типа, у вас по одной акции. Короче, это не так удобно. Не фиксить прибыль оттуда не получится. Короче, неудобно. Соответственно, что делать? Это вложить в фонд. То есть вы покупаете фонд на 20% от портфеля, один. На 20% от портфеля вы покупаете второй фонд. На 20% от портфеля вы покупаете третий фонд. А на оставшиеся деньги вы покупаете избранно точечно акции, про которые вы верите, за которыми вы следите, которые хорошо подходят для вашей инвестиционной стратегии. Вот когда прям must-have использовать фонды. Третий вариант, когда даже на большом портфеле имеет смысл использовать фонды. Это вот, например, как сейчас делаю я. Мой портфель на данный момент времени почти 4 миллиона. И у меня накуплено 40 компаний просто отдельно, без фондов. И тут я понимаю, что, в принципе, хорошо Китай растет. Прямо очень хорошо Китай растет. Но сейчас заместить какие-то 10 компаний из своего портфеля на китайский я не хочу. Потому что те компании, которые у меня находятся в портфеле, они хорошо растут. Мы долго с ними. Они мне прям приносят хорошие денежки. И я понимаю, что я не хочу. И в этот же самый момент я могу купить себе фонд. Просто взять часть портфеля, зафиксировать прибыль 2-3 тысячи долларов и купить фонд китайских компаний. Вот таким способом я еще дополнительно диверсифицировался. Но на самом деле здесь уже не с точки зрения диверсификации, а с точки зрения захвата новой территории. Или вот сейчас все на каждом углу говорят, что 5G, 5G, будет расти 5G. Покупать Nokia, которая абсолютно сейчас не растет, которая на протяжении последних 5 лет только и делает, что падает. Только потому, что я в нее верю и думаю, что когда 5G придет прям совсем глобально, она хорошо вырастет. Ну, такой себе. Покупать другие компании 5G, которые в данный момент времени не растут на перспективу, ну, не знаю. А вот купить фонд, в котором все эти компании входят, это хорошая штука. Потому что ты вложил немножко денег и ты понимаешь, что это может быть как с NASDAQ 100. То есть будут какие-то 3, 4, 5 фаворитов, которые вырастут на 100% или даже на 10, на 300% за год. И будет типа Nokia, аутсайдер, которые сделают там минус 3% в год. Но в среднем, в среднем, вот этот фонд, он вырастет там на 20-30% в год годовых. И это будет прям очень хорошо. Соответственно, таким способом можно расправлять свой портфель в тех сферах, которые ты понимаешь, что вот сейчас они будут расти. Я в своем предыдущем видео говорил о том, что в 2021 году будут очень точно и хорошо расти возобновляемые источники энергетики. Все компании связаны с домашними животными. Ну, понятно, что IT. Я что-то еще говорю. Ладно. Ну, то есть вы поняли суть. Что если у вас большой портфель, но у вас абсолютно он диверсифицирован, но нет, например, компаний из возобновляемых источников энергии, почему бы просто не взять и не купить акции фонда? На определенную процентовку своего портфеля. То есть, например, каждая акция у вас накуплена на 4,5%. Соответственно, вы также фиксируете прибыль и также берете 4,5% по деньгам и покупаете на них фонд. Купили на них фонд китайских акций, купили на них фонд возобновляемых источников энергии и купили фонд, связанный с 5G технологиями. Бинго! И если эта утрасль хорошо подрастет, вы получите хорошие акции, подрастут, вы получите хорошую прибыль. Если акции внутри фонда порастут плюс-минус, то это будет как облигации. То есть, да, он немножко подрос, но не упал, и на том спасибо. А сейчас мы перейдем к такому прям важному для меня моменту, это как создать свой собственный фонд. В принципе, в среднем фонде где-то 40-50 компаний. Поэтому, если вы из своего портфеля делаете 40-50 компаний, то у вас есть ваш собственный фонд. То есть, вы по вашей инвестиционной стратегии, по вашей стратегии, вы понимаете, какое количество у вас должно быть рисковых компаний, какое количество должно быть среднерисковых компаний, какое количество низкорейского компаний. Вы отбираете их по тем или иным показателям, вам они нравятся. И вы из них просто делаете свой собственный фонд. То есть вот сейчас, на сегодняшний момент, у меня в портфеле 40 компаний. То есть почти 4 миллиона рублей расформированы на равные практически отрезки и закуплено 40 компаний. Было 50, я сейчас чуть-чуть подсократил. Опять же, для того, чтобы каждая компания была накуплена как минимум на 1000 долларов. И это, ну почему это круто? Лично для меня, почему у меня такая процветовка, она ровная? Хотя в многих фондах бывает так, что вес какая-то компания занимает больший, а какая-то компания меньше. А у меня все ровно. Почему? Потому что я лично считаю, что когда все компании у меня ровная процентовка, то есть там все компании накуплены примерно на 4% от портфеля. Если вдруг одна растет на 200% в год, вторая на 100%, третья на 30%, четвертая на 10%, и какие-то еще там 2-3-4% и есть пара тройка убыточных, в среднем у меня очень хороший показатель роста. Я таким способом убираю именно вот эту вот лишнюю перекошенность, когда, например, я там, вот у меня в портфеле есть Тесла, и она накуплена ровно столько же, сколько компания Apple. То есть вот на те же самые деньги, что накуплена компания Apple и накуплена компания Тесла. Нужно понимать, что Тесла сейчас отлично проросла в 2021 году, но в 2021 она может очень хорошо корректироваться, упасть до 300 долларов и остаться на этой планке, но очень долгое количество времени. Соответственно, если бы я так же, как там все верующие в Илона Маска, накупил бы на 10 тысяч долларов этой компании, а она бы хафнулась, то весь мой остальной портфель, который составлял там чуть меньше, чуть больше, чем 30 тысяч долларов, он из-за вот этого огромного падения вот этих акций накупленных на 10 тысяч долларов, ему бы пришлось очень сильно расти, чтобы уравнять вот это падение и оставить портфель в плюсе. А когда у меня компания накуплена просто ровно, иметь без разницы, Apple подросла на 70% в год, Тесла подросла на 70% в год, или кто-то из них упал на 70%. В принципе, у меня все уравняется, потому что большее количество компаний все-таки растут, ну, парень, которые до компании упали, ну и хрен бы с ними. Я их потом в конце года зафиксирую, чтобы не платить с них налог. Кстати, про это я тоже сниму обязательно в ближайшее время отдельное видео, как не платить налог с дохода, с прибыли, не включая ИИС, а просто на обычном брокерском счете. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Вот, поэтому для меня самый клевый способ это создать свой собственный фонд. То есть я там не секрет подбираю компании, потому как они растут за последние три года. То есть если в среднем компания растет за последние три года больше, чем на 100%, я покупаю ее в портфель. Вот такая пипец простая стратегия инвестирования в меня. Ни показатели долга, ни показатели там цены прибыли на акцию, вообще ничего. Я просто смотрю, что компания в последние три года растет хорошо. В среднем на 100% в год. Беру. Если там растет меньше, тоже беру. Шучу, конечно. Определенная часть портфеля у меня сделана под IPO. То есть те компании, которые либо только что вышли на IPO, либо вот они сейчас выходят, я держу пока для них кэш определенную часть портфеля. Другая часть портфеля у меня в таких гигантов компаний, которые в среднем растут не 100% в год, а 60-70% в среднем. Это NVIDIA, это Apple. Что быть таким? Гиганты-мастодонты, которых, во-первых, очень сложно раскатять, чтобы они быстро выросли, но их сложно и повалить. И большая часть портфеля, так как мне всего 29 лет, и моя цель на инвестициях сейчас заработать и умножить свой капитал, а не сидеть в нем и такой вот, типа, ну, у меня 10% годовых классно. Меня не устраивает 10% годовых, я хочу больше. И большая часть портфеля у меня рисковые компании, которые растут больше, чем на 100% в год. Да, такие есть, и их немало, и из таких компаний у меня сформирован портфель. Соответственно, весь этот портфель, все эти 40 компаний, это мой отдельный фонд, который, если упала модерна, ничего страшного, я просто сижу, жду, весь портфель у меня все равно о хороших очень плюсах в других компаниях. И это минус по модерне, я просто в конце года списал, продал, зафиксировал убыток. И меньше будут платить налогов в этом году. Вот, если есть вопросы касательно фондов, пишите в комментариях, сразу все вам отвечу. Ну, а мы увидимся в следующем видео, и я напоминаю, что это видео не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Думайте своей головой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok